Привет! Тебе может понравиться это видео, если ты ищешь какую-то подработку, тебе нужны какие-то экстра-мани, ты хочешь на что-то сэкономить или что-то купить, ты в поисках, например, новой работы, хочешь сменить карьеру, ты сейчас вообще на этапе поиска какой-то профессии, своей специальности, чем бы ты хотела заниматься, или, возможно, ты ищешь работу фрилансом удаленно. Я хочу рассказать о пяти подработках, которые можно также превратить в профессию, или некоторые из них просто останутся, ну, действительно, только как подработки. И в конце я дам совет, как за пять минут заработать какие-то экстра-мани без каких-либо особых умственных или физических усилий, ну, это такая единоразовая работа. Итак, поехали! Первая подработка в качестве ресерчера или рекрутера. Это человек, который предоставляет компании классного специалиста, и в случае найма этого специалиста на работу компания выплачивает бонус. По сути, это реферальная программа. Сколько ты можешь заработать? Сейчас достаточно большие бонусы именно в IT-компаниях. Варьируется от 100 долларов до 4000 долларов, зависит от уровня компании, от уровня специалиста, от специализации, от самой ее, то есть это или разработчик, или project manager, или бизнес-аналитик, или прочих. Сколько времени на это может понадобиться? По-разному, но если берем идеальный вариант, у тебя есть среди знакомых, например, разработчик, или project manager, или бизнес-аналитик, и занимает 10 минут, чтобы поработать со своим нетворкингом, найти такого человека, который или сейчас в поиске уже, или планирует сменить компанию. Ты тогда, понимая то, что твой, например, друг бизнес-аналитик, он хочет сменить компанию, ты находишь позиции по реферальным программам, списываешься с рекрутером этой компании, говоришь, вот у меня есть бизнес-аналитик, у вас есть такая позиция, какая у вас сумма бонуса, как вы его выплачиваете, такие вот основные моменты, и уже его рекомендуешь. Дальше от 2 до месяца занимает процесс интервью, собеседование, подготовки, приема на работу и выхода на работу. И, соответственно, получение твоего бонуса может затягиваться до месяца-полтора, так как выплата бонуса происходит по-разному. Тебе могут выплачивать бонус, например, его делят 50% в случае первый день выхода сотрудника, вторая половина после прохождения испытательного срока, или же, например, после отработки хотя бы одного месяца сотрудникам в компании, опять-таки, это может быть весь бонус, или опять его могут делить, или там после испытательного срока могут его весь выплачивать. Поэтому может быть по-разному. Что нужно знать для этой работы? Здесь тебе достаточно знать хотя бы одного IT-специалиста или найти его в окружении, который в поиске работы, или сказать, слушай, а возможно, ты хочешь сменить место работы. Где ты можешь найти такую возможность? Сейчас достаточно много различных ресурсов, сайтов, телеграм-каналов, веб-сервисов, джоб-бордов, в которые публикуют вакансии, указывают сумму бонуса. Также некоторые IT-компании на своих страницах у них есть целая реперальная программа, сколько, за какого специалиста, какие сроки они выплачивают этот бонус. Ссылки я оставлю в описании, поэтому ты сможешь по ним пройтись. Ну и на крайний случай ты можешь порекомендовать этого специалиста мне. Я подскажу или где его, например, ищут, или, возможно, мою компанию требуется такой специалист. У нас также есть бонусная программа. Позиция номер два. Это копирайтер или контент-мейкер. То есть это человек, который может качественно, классно писать посты в Инстаграм, Фейсбук, вообще в любых соцсетях. То есть если ты обладаешь таким навыком, даже если ты не обладаешь таким навыком, но, например, ты можешь написать структурированный чек-лист, что-то такого плана, или где-то найти что-то похожее и сделать рейрайт, то ты тоже можешь этим воспользоваться. Сколько денег ты можешь заработать? По-разному, в зависимости от уровня магазина, от уровня компании. Сколько времени это может занять? Один-два дня, если у тебя уже есть какие-то примеры постов, или у тебя, но лучше, если ты где-то уже публиковала или помогала каким-то магазинам написать какой-то пост, и ты можешь предоставить, вот, это мой пост, то есть как пруф, что это твоя работа. Если у тебя нет каких-то вот примеров постов, то, конечно, это займет чуть больше. От каждого человека зависит по-разному. То есть это может занять одну неделю, может, месяц, может, один день. И тебе нужно написать в несколько магазинов посты, да, в которые ты видишь, что, ну, так себе, например, ты можешь лучше. Ты им предоставляешь какой-то пост, в два-три магазина, например, за отзыв тебе. Они их публикуют, и потом ты получаешь, да, уже эти пруфы, что вот твои посты, и ты дальше можешь предлагать свои, свой этот сервис, да, остальным магазинам. Что тебе нужно знать для этой работы? То есть, по сути, навыков особых тебе не нужно, а опять-таки, да, если ты умеешь писать или красивый какой-то стори-тейлинг, или красивые описания, супер. Если нет, то ты можешь делать полезные чек-листы, или там вот какой-то более четкий материал, например. А вот желательно, чтобы у тебя было каких-то два-три хотя бы образца или отзыва, что где-то ты уже публиковала свои посты, вот как ты это делаешь, чтобы клиент понимал, да, как это может выглядеть у него, например, в магазине. Где ты можешь найти такую возможность? Опять-таки, в первую очередь спроси друзей, друзей, друзей. Обычно это работает. То есть, кто-то, скорее всего, открыл свой только что инсташоп, или кто-то был только в офлайне, и, наконец-то, собрался открывать онлайн, и ему нужна с этим помощь. Если нет, конечно же, безусловно, есть сейчас миллион фриланс-просто сайтов каких-то, на которых ты можешь посмотреть непосредственные задачи. Мне там нужно написать пост, 15 постов, мне нужно ввести страницу или еще что-то. Но на этих сайтах достаточно большая конкуренция, так как есть ребята, которые постоянно в этом поле работают, у них есть какой-то рейтинг на этих сайтах, и достаточно часто обращаются к ним. Но, тем не менее, ты тоже можешь прорываться, показать, что вот ты такая классная, вот у меня есть пробы, давайте договоримся, давайте обсудим, и, собственно, продать свои услуги. Список я также оставлю внизу в описании. Где ты еще можешь взять такую возможность, получить такую возможность? Это просто банально сесть и прописать, я не знаю, 100 магазинов, например. Но здесь рекомендую выбирать магазины, которые вот только начинают свою деятельность, то есть у которых меньше тысячи подписчиков, ну, может, тысяча и чуть-чуть больше, и где ты видишь, что посты написаны так себе, и ты точно понимаешь, что ты можешь улучшить. Второе, здесь я рекомендую выбирать по одной теме, то есть, например, ты написала три поста на бьюти-тему, а ты ищешь только бьюти-магазины или там бьюти-салоны, и ты вот всем подряд им пишешь. Еще один из важных моментов, обращай внимание, когда был сделан последний пост, потому что это может быть уже старая заброшенная страница, чтобы ты, опять-таки, зря не тратила время. Номер три. Под номером три у нас профессия сторимейкер. Это человек, который делает сторис в Инстаграме, в ТикТок, в Фейсбук, и вообще в любых соцсетях. Сколько ты можешь на этом зарабатывать? Одна сторис стоит около 2-4 долларов, но, опять-таки, зависит от уровня магазина, от масштаба, сколько они готовы платить, какого уровня сложности твоих сторис, это какая-то игра, или это просто опросник или тест. То есть, тут тоже нужно смотреть. Сколько времени может понадобиться? Здесь, опять-таки, зависит, наверное, есть ли у тебя примеры работ, образцы работ, есть ли какие-то навыки работы в Канва, в Крелла, в StoryArt, в общем, миллионы этих программ, в которых можно делать сторис. Поэтому это может занимать от пары часов до одного дня, в смысле, до первого заработка, да? То есть, ты отдала готовь, сделала, отдала готовую работу, и тебе за это оплатили. Что тебе нужно знать для этой работы? По сути, пользование различными программами, типа StoryArt, StoryMaker, и их целая куча. Также можно работать в Канве, это бесплатно, в Крелла есть какие-то шаблоны. Если ты классно владеешь фотошопом, то это тоже супер, ты можешь делать более какими-то кастомизированными. Также ты можешь найти классные идеи какие-то в Пинтерес, и, возможно, прям непосредственно взять оттуда, например, и отправить их, возможно, немножечко видоизменив, потому что, ну, так не очень прикольно, да, если ты будешь просто с Пинтереса брать и вставлять. Ну, это уже на твое усмотрение. Где ты можешь найти такую возможность? Опять-таки, та же самая история, что и у копирайтера. То есть, ты спрашиваешь друзей, 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 у кого там что запустилось, может, кому-то, ну, уже, ну, узнаешь эту сторону. Дальше ты прописываешь эти же магазины, то есть, ты можешь брать и копирайтер, и StoryMaker, например, одновременно, если тебе это нравится. И, конечно же, опять рекомендации, все те же самые, что копирайтеры. Обращай внимание на то, сколько подписчиков, когда был последний пост, насколько тебе заходит эта тема, и можешь ли ты там, да, улучшить, что-то привнести вот эти вот в Story, сделать им какую-то поднять активность в аккаунте. Внизу будет ссылка на некоторые сайты, где ты можешь опять-таки найти эти работы, но там тоже конкуренция достаточно высокая. И четвертая профессия — это Content Manager. Это, по сути, человек, который занимается наполнением сайта, обычно добавлением товаров, услуг и всего прочего. Сколько денег ты можешь заработать? Здесь обычно зависит от объема работ, поэтому варьируется от 5 до 30 долларов в день, в зависимости от того, насколько нужно детализировано, как много этих товаров, сколько нужно тебе, собственно, сделать. Сколько времени тебе понадобится? Опять-таки, зависит от объема работ. Может быть, один день, может быть, неделя. И то, насколько ты быстро делаешь эту работу, насколько внимательно, качественно и прочие характеристики. Что тебе нужно знать? Это иметь ноутбук или компьютер и оценить то, за сколько ты сделаешь эту работу, насколько качественно ты ее сделаешь, чтобы при проверке потом не нужно было что-то исправлять, дорабатывать или получить меньшую сумму, если твой работодатель найдет какие-то ошибки. Где ты можешь найти такую возможность? Опять-таки, спросить друзей. И также внизу я оставлю некоторые сайты, на которых можно найти, опять-таки, но там большая конкуренция, то есть много заявок на такие запросы чаще всего. Есть люди, которые уже давно с этим работают, у них там рейтинг выше, поэтому лучше найти у друзей. И пятое, это ассистент руководителя. Но здесь желательно уже знать английский, так как в России, в Украине, вообще в странах СНГ это пока не очень популярное направление. Сколько денег ты можешь заработать? В среднем это варьируется от 8 до 50 долларов в час. Сколько времени потребуется? По-разному, зависит от объема работ, который ты будешь выполнять как ассистент. В среднем это занимает от 2 до 4 часов в день. Что тебе нужно знать? Это, безусловно, английский, умение хорошо управлять тайм-менеджментом, не только своим, но и твоего непосредственного руководителя. Где ты можешь найти такую возможность? Безусловно, опять друзья, или на различных рабочих сайтах, ссылки будут в описании. Но большой минус, очень конкурентная среда, особенно с филиппинцами, они стоят супердешево, их супермного, и с ними суперсложно конкурировать. Единственное, что у работодателя, например, будет предпочтение европейского, например, взять человека. Поэтому здесь нужно будет постараться. И, как обещала, бонусная рекомендация. Как заработать за 5 минут? Все банально просто. Подумай о тех вещах, которыми ты не пользовалась уже месяц, год, которые тебе действительно не нужны. Не храни их у себя, не собирай на них пыль. Возможно, они лежат на балконе, под кроватью, в шкафу, где угодно ты можешь их прятать. Что тебе нужно с ними сделать? Сфотографировать, залить на OLX или SLANDO, поставить цену и продать. Все, это уже деньги, которые у тебя уже есть. Просто нужно их в денежном эквиваленте, так сказать, получить. Опять-таки, еще больше различных подработок ты можешь найти уже на указанных в описании сайтах. Так как нам достаточно много различных направлений, задачи, запросов. Это опять тот же набор текста. Или необходимо кому-то переписать, там, с PDF нужно перепечатать в компьютер, или какую-то дипломную работу, или какую-то книжку, или вообще, в общем, все, что угодно. Создание тех же презентаций может кому-то понадобиться. Поэтому, в общем-то, достаточно большой спектр. Те же опросники можно заполнять. Также внизу я оставлю несколько ссылок на такие сайты. Спасибо тебе большое за просмотр. Если у тебя остались какие-то пожелания, или ты знаешь, какие-то интересные подработки, пожалуйста, оставляй в комментариях. Я думаю, они кому-то могут оказаться действительно полезными, интересными. Конечно же, любые твои вопросы ты тоже можешь составить в комментариях, написать мне в любой из соцсетей. И спасибо тебе еще раз. Ставь лайк, колокольчик, подписывайся, или что там вообще нужно делать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok